Всем привет! В эфире универновости, а в студии Максим Мартынов. Казанский федеральный университет является одним из ведущих вузов России и традиционно держит курс на привлечение талантливой молодежи и повышение качества обучения. В новом учебном году по решению ректора КФУ Линара Сафина программа стимулирования и поддержки способных первокурсников будет продолжена. Высокобальники и олимпиадники, зачисленные в 2024 году на обучение в университет, получат до 300 тысяч рублей в качестве единовременной стипендии. Она назначается однократно и выплачивается в течение первого месяца с даты начала очередного учебного года. Напомним, согласно условиям программы, первокурсникам, набравшим 100, 200 и 300 баллов по результатам ЕГЭ этого года, единовременно будет выплачено по 100, 200 и 300 тысяч рублей соответственно. В городе Шейдя-Джуан состоялся традиционный чемпионат по киндо, 17-й, открытый кубок Лянь-Зинь. Бронзу в личном зачете и серебро в составе сборной России завоевала студентка второго курса Института международных отношений Казанского федерального университета Вероника Казакевич. О международном турнире, который прошел в Китае, девушка узнала от своего тренера, президента Всероссийской Федерации Киндо и Федерации Киндо Республики Татарстан Владислава Толкишевского. Казакевич отметила, что это первое выступление сборной России по киндо с 2019 года. Ранее действовали ковидные ограничения, а позже на российских спортсменов были наложены санкции. Соревнования объединили более 400 сильнейших спортсменов, 53 мужских и 23 женских команды. Помимо россиян и представителей Поднебесной, за трофеи боролись японцы, проживающие в Китае. В первый день чемпионата состоялись индивидуальные состязания, где Вероника успешно выступила и заняла третье место. На следующий день женской сборной России, куда вошла спортсменка, удалось завоевать серебро, уступив в финале лишь девушкам из Китая. В учебно-оздоровительном центре Яльча Казанского федерального университета, расположенном в республике Мариэл, с 9 июля по 26 августа смогут отдохнуть и поправить свое здоровье семьи сотрудников вуза. Как сообщил директор учебно-образовательного центра Фанис Чебатов, для них будут организованы 4 смены по 10 дней каждые. С 9 по 18 июля, с 23 июля по 1 августа, с 3 по 12 августа, с 15 по 24 августа. Кроме того, запланированы 4 выездных мероприятия «День здоровья», которые пройдут 13, 20, 27 июля и 3 августа. Путевку можно купить в 320 кабинете культурно-спортивного комплекса КФУ «Уникс», отметил он. Для членов профсоюза есть льготы, о них можно узнать подробнее в правкоме. Те сотрудники, которые хотят принять участие в однодневных выездных мероприятиях «День здоровья», должны предварительно записаться. Запись ведет заместитель директора по спортивной и оздоровительной работе дирекции социально-спортивных объектов КФУ Рустам Гельмудинов. В музее поэта Боротынского в Казани состоялась встреча Раиса Республики Татарстана Рустама Мениханова с русской общественностью. Представители Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ рассказали о деятельности, направленной на популяризацию русского языка, русской литературы и культуры в мировом пространстве. Мероприятие прошло при участии министра культуры Татарстана Ирады Аюповой, председателя Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан Ирины Александровской. Приветствую участников встречи Рустам Мениханов отметил, что в республике в мире согласия проживают представители более 170 народов. По словам доцента кафедры русского языка как иностранного и ФМК Екатерины Штырлиной, в Казанском федеральном университете уделяется большое внимание проектам по продвижению русского языка и литературы в мире. 6 июня в зале заседания Попечительского совета Казанского федерального университета прошли сразу два круглых стола. Это встречи, посвященные математическим методам и методам искусственного интеллекта в биологии, математике и медицине. И дискуссии по программам подготовки кадров для промышленности с участием представителей высших учебных заведений и промышленных предприятий. Второй круглый стол прошел во главе с Ревкатом Менихановым, президентом Академии наук Республики Татарстан. В своем выступлении он рассказал участникам встречи о том, как сегодня в Республике развивается подготовка высококвалифицированных специалистов. В ходе мероприятия, пожалуй, главной темой обсуждения стало развитие кадрового резерва для промышленного направления. Специалисты из разных регионов Российской Федерации встретились, чтобы обсудить актуальные вопросы развития этой отрасли, а также поделиться опытом взращивания молодого поколения в своих вузах. Подробнее о мероприятии смотрите в одном из наших следующих выпусков. Имя Александра Сергеевича Пушкина на века отпечаталось в истории. Его заслуги перед русской литературой не оставляют равнодушным никого, кто хотя бы раз прикоснулся к его творчеству. А его повесть «Капитанская дочка» стала успешной отчасти потому, насколько качественно, точно и приближенно к народному мнению она была написана. Но задумывались ли вы о том, что сделало ее таковой? Ответ на этот и многие другие вопросы о биографии Александра Пушкина вы сможете найти, посмотрев сюжет Резиды Каримовой. С Казанью связаны многие великие поэты и писатели русской литературы. Этот город на берегу Волги привлекал внимание таких деятелей культуры, как Гаврил Державин, Александр Радищев, Александр Герцев, Николай Некрасов, Михаил Салтыков-Щедрин, Тарас Шевченко, Лев Толстой, Максим Горький, Владимир Маяковский и многих других великих авторов тех лет. В сентябре 1833 года Александр Пушкин посетил наш край и пробыл тут ни много ни мало два дня из семь часов. Несмотря на столь коротковременное пребывание, эта поездка послужила началом установления прочных связей, которые впоследствии стали нитью, связавшей его с другими литераторами вплоть до последних лет жизни Пушкина. Сегодня, 6 июня, исполняется 225 лет со дня рождения нашего светилы, нашего солнца русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина, нашего удающегося поэта, писателя. Несомненно, Александр Сергеевич побывал во многих городах нашей страны, в том числе побывал и в Казани. Находился он в Казани с 5 по 8 сентября 1833 года. Целью его визита стал сбор исторических фактов о восстании крестьян под руководством Эмильяна Пугачева. Он писал историю Пугачева и решил лично осмотреть места сражений, а также, что немаловажно пообщаться с простыми людьми, которые могли что-то рассказать о тех временах. Несмотря на то, что прошло почти 60 лет, Пушкин надеялся найти очевидцев тех событий. К тому же он знал, что архивы Казанского губернского правления, где хранились документы, сгорели во время страшного пожара 3 сентября 1815 года. Тогда огонь уничтожил около полутора тысячи казанских домов. В Казань Пушкин приехал в 12-м часу ночи, 5 сентября. Въезжал он со стороны Ягодной Слободы и остановился в гостинице дворянского собрания. Здесь Пушкин неожиданно повстречался со своим другом юности. Товарищем полицею, поэтом Евгением Боротынским. Александр Сергеевич выезжает в различные города Российской империи, встречается с очевидцами Пугачевского восстания. Причем свою работу он первоначально называет «История Пугачева». Но правительству это не нравится, потому что, как это так, мы будем писать историю бунтовщика, человека, который потусился на нас, на самодержаве, на царей, на императоров. И писать историю непосредственно этого человека нельзя. Нужно писать историю Пугачевского бунта. На следующий день Пушкин первым делом заглянул в черную тюрьму, которая находилась в подвале губернской канцелярии, совсем рядом с Казанским Кремлем. Сюда в 1773 году привезли в кандалах арестованного Емельяна Пугачева. Откуда он сбежал? Сукон и Слобода известны тем, что свое наступление на Казань в июле 1774 года Пугачев начал именно в районе Шарной горы. В первое время предводитель восстания прятался в Суконной и Кирпичных Слободах, а после отправился в Раскольничий скит на левом притоке Волги. Поэтому Пушкин направился в трактир Горлов-Кабак в том районе. Он получил ценные сведения о взятии Казани пугачевцами в ходе разговора с Борисом Бабыниным, который передал ему рассказ своих родителей, очевидцев тех событий. Несомненно, он проводил колоссальную архивную работу в архивах и институциях подобных в Санкт-Петербурге, в других городах. Но самое главное для него, конечно, было встретиться с участниками этих событий. Они на тот момент еще были живых, непосредственно с очевидцами. Это очень правильный, на мой взгляд, действие, потому что я сам как историк понимаю, что работа непосредственно с источниками личного происхождения, в частности с искусственной историей, она обогащает и делает работу историческому более полной. Вот поэтому как раз-таки Александр Сергеевич выезжает в различные города Российской империи, встречается с очевидцами Пугачевского восстания. В доме тести Евгения Боротынского, а именно Льва Энгельгарда, Пушкин познакомился с Карлом Фуксом, профессором патологии и терапии Казанского университета. Эта встреча стала для него значимой, ведь ректор Казанского университета рассказал ему все, что знал о взятии пугачевцами Казани и познакомил его с купцом первой гильдии Леонтием Крупенниковым, который непосредственно был участником тех событий и оказался в плену у разбойника в 1774 году. Ему тогда было 19 лет. Карл Федорович тоже оказал большую услугу Александру Сергеевичу. С чем эта услуга связана? Она связана с тем, что Фукс был замечательным врачом. Он лечил огромное количество человек на территории нашего города, выезжал за пределы, конечно, города. И он встречался с огромным количеством людей, у него были хорошие знакомые, причем как в старообрядческой среде, так и в татарской среде. И многие из представителей этих сообществ, они были очевидцами или участниками вот этого всего пугачевского восстания, тех событий, когда Пугачев непосредственно прибыл сюда и решил взять наш город, но ему это сделать не удалось. И вот Карл Федорович непосредственно связал Пушкина с очевидцами данного события, со старожилами. И Пушкин взял у них интервью, можно сказать, опросил их и получил довольно полезные сведения, которые потом впоследствии использовал. Около 6 часов 30 минут утра 8 сентября поэт выехал из Казани в Симбирск. Его провожал приехавший рано утром из Каймара Евгений Боротынский. При расставании Александр Сергеевич подарил ему свой портрет работ художника Жозефа Вивьена. Впечатления Пушкина нашли отражение в его письме жене, датированном 8 сентября 1833 года. Здесь я возился со стариками, современниками моего героя, обижал окрестности города, осматривал места сражения, расшифровывал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону. Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости. На календаре уже июнь, а это означает, что приемная кампания Казанского федерального университета в самом разгаре. В этом году в правила приема абитуриентов были внесены некоторые изменения о том, какие льготы при поступлении предусмотрены для детей участников специальной военной операции и каковы правила приема в сюжете моей коллеги Адалины Абдарахмановой. Последние звонки уже прозвенели, а это значит, что наступает самая волнующая пора для молодого поколения – сдача единого государственного экзамена и поступление в ВУЗ. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Казанского федерального университета Александра Бибика, в этом году подавать свои документы на поступление можно будет с 20 июня. Уже второй год для участников специальной военной операции и их детей, поступающих в ВУЗ, предусмотрены льготы. Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо предоставить в приемную комиссию определенный список документов, с которыми можно будет ознакомиться на сайте приемной комиссии. В прошлом году мы злочислили не более 29 таких человек. То есть это не говорит о том, что именно все ребята, как часто такое мнение заблуждающееся есть, что они отнимают бюджетные места из общего конкурса. На самом деле это не так. Это отдельная квота наравне с целевой квотой и с особой квотой. По этой квоте возможно поступление без вступительных экзаменов, за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности для героев Российской Федерации и их детей, родитель которых погиб, либо получил заболевание в ходе СВО. По словам Александра Бибика, конкурс в рамках отдельной квоты, конечно, будет, но ниже, чем поступить на общих условиях. В прошлом году мы злочислили не более 29 таких человек. То есть это не говорит о том, что именно все ребята, как часто такое мнение заблуждающееся есть, что они отнимают бюджетные места из общего конкурса. На самом деле это не так. Это отдельная квота наравне с целевой квотой и с особой квотой. Помимо этого, правила приема были изменены и для поступления абитуриентов по общему конкурсу. Пожалуй, особо сильно это касается поступающих по целевой квоте. Теперь для того, чтобы поступить в ВУЗ по этому треку, необходимо уже сейчас позаботиться о своем будущем, так как на сегодняшний день уже ведется активная подача предложений от работодателей. Если вы, можно сказать, взаимодействуете с работодателем и ваш работодатель пока еще не разместил заявку на портал работы в России, то нужно об этом ему сказать, нужно поторопить, потому что до 10 числа, если этого не будет сделано, то абитуриент не сможет участвовать в целевом конкурсе, потому что его не будет, потому что нет предложений. Поэтому все поступления и допуск в целевой конкурс только по предложениям портала работы в России. С 20 июня у абитуриента будет возможность откликнуться на заявку, на предложение работодателя, подав заявку на целевое обучение. Напомним, что 1 мая вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в закон об образовании в Российской Федерации, в целях реализации которого издано постановление правительства Российской Федерации о целевом обучении по образовательным программам среднего, профессионального и высшего образования. В этом году Казанскому федеральному университету выделено 7 499 бюджетных мест для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Аделина Драхманова, Александр Антонов, Универ Новости. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин